Опять война, опять блокада, а может нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо, не надо раны бередить. Известные строки поэта Юрия Воронова. В конце своего стихотворения он сам же отвечает на этот вопрос, что нельзя забывать. Ведь это память наша совесть, она как сила нам нужна. Теме блокадного Ленинграда был посвящен диалог школьников, кандалакши и живых свидетелей тех давних событий. Место встречи оделся действие на 50 лет октября 8. Организаторы мероприятия не случайно назвали его метрономом памяти. Около 60 нынешних кандалакшских школьников встретились со школьниками блокадного Ленинграда и послушали рассказы из уст реальных свидетелей страшной трагедии несломленного города. Мы не должны забывать о подвиге тех людей, которые прошел много-много лет назад. Мы должны это нести из поколения в поколение, об этом должны знать дети, потому что там жили сверстники наших сегодняшних школьников. Их героические подвиги мы должны нести и рассказывать. Я хорошо помню, когда мать однажды, это запал памяти, пришла, плачет. Я отоварила и принесла хлеба. Вот этот кусочек хлеба, 100 грамм. 125 нам положено детям. Она принесла три кусочка. Водопровод отключили. Он просто начали с мороза в конце ноября. Он был замерзший. За водой ходили на него, пока лед не встал. Потом в проруби. Школьники посмотрели также и фильм о блокаде Ленинграда, снабженный подробным выступлением библиотечного работника. Татьяна Литвинова акцентировала внимание подростков на том факте, что тогдашние школьники, несмотря ни на что, продолжали учиться. Ребят никто не заставлял это делать, никто не мог заставить это сделать. Но они сами хотели учиться. Даже самые страшные дни. Самые страшные дни, черные дни блокадного Ленинграда. Это декабрь 41-го, январь и февраль 42-го года. Работало 39 ленинградских школ. И вот под таким обстрелом, добираясь в школу, проходили занятия. Подобные акции памяти не проходят бесследно. Вот и в этот день представители общественной организации блокадников и защитников Ленинграда долго не отпускались за дело содействия. Им задавали много вопросов подростки школ города.